Привет, мои ангелочки, ценители правды и гости канала. Обратили внимание, как много людей неправильно трактуют и используют различные выражения и афоризмы. Они их даже не знают, они их просто клонируют, передают просто вот из поколения в поколение, но абсолютно не знают, что они означают, как и тем более, как они создавались. Мы сегодня немножко займемся просвещением, чтобы вам было легче общаться с такими людьми и объяснять им, что, откуда и как правильно читается. К примеру, часто цитируют фразу Пушкина «Любви все возрасты покорны». Объясняя пылкие чувства людей в годах или с большой разницей в возрасте, считая, что речь о том, что любить можно и юную деву, и пожилую женщину одинаково. Однако, стоит прочитать страфу целиком, становится понятно, что Александр Сергеевич имел в виду совсем не то. «Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благородны, как бури вешние полям. В дожде страстей они свежеют и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает, и пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный, на повороте наших лет, печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной, в болото обращают лук, и обнажают лес вокруг». «Понятно? Молодая – это пышный цвет и сладкий плод, а возраст поздний – бесплодный, печали и страсти мертвый лес». Или вот, к примеру, очень известная фраза, которую можно услышать буквально от каждого учителя, и которую любят приводить как аргумент для обоснования важности изучения того или иного предмета. «Век живи, век учись». Есть еще смешная интерпретация, конечно, этого выражения «век живи, век учись, а все равно дураком помрешь». Но это уже народное творчество. Так откуда оно взялось? Это самое выражение. На самом же деле, эту фразу тоже цитируют не полностью и часто ошибочно. Приписывается она даже Ленину. А автор оригинальной фразы является Луций Сенека. И звучит она так. «Век живи, век учись, тому, как следует жить». Понимаете разницу? Не просто учись чему-нибудь, куда-нибудь, сколько-нибудь, а именно учись, как правильно жить. Сразу меняется смысл, правильно? Или вот известное изречение «цель оправдывает средство». Все говорят, предполагая, что человек готов на все, на подлости ради достижения целей. Только это опять неправильная трактовка. Полный вариант фразы, автором которой является основатель ордена иезуитов Игнатий де Лоя, звучит так. «Если цель – спасение души, то цель оправдывает средство». И сразу фраза заиграла по-другому, так как никакая подлость не может двигать к спасению души. Также у нас любят обрезать знаменитую фразу, звучащую как в оригинале «In vinto veritas in aqua centis». Цитируя только первую часть фразы «Истина в вине», подразумевая, что пьяный человек больше склонен сказать правду, чем трезвый и контролирующий себя. Полностью это знаменитое высказывание пления старшего звучит так. «Истина в вине, а здоровье в воде». «Пейте воду, а не вино, если хотите быть здоровыми». Это я уже добавил от себя. Ну и давайте не буду вас долго мучить разбором многих таких фраз, а лишь расскажу еще об одном. Прежде тем перейдем к главной фразе сегодняшнего выпуска. О мертвых либо «хорошо, либо ничего». Слышали, наверное, знаменитое выражение «народ безмолвствует». Принято считать, что таким образом говорят о молчаливой покорности русского народа, готового принять любое решение власти и, собственно, принять готовую любую саму власть. Однако у Пушкина все ровно наоборот. Поэма заканчивается тем, что после кровавой расправы над Годуновыми народу представляют нового царя. Персонаж поэмы Масальский громко заявляет толпе. «Народ, Мария Годунова и сын ее Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы». Народ в ужасе молчит. Масальский продолжает. «Что же вы молчите? Кричите! Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Народ безмолвствует. Это как раз-таки говорит о том, что народ не принимает лжедмитрия, не верит ему и молча отказывает ему в подчинении, покорности и принятии его своим царем. Народ молча протестует, а не покоряется, как принято это считать. Вот так. Ну и главное, затертая фраза, которую мне сейчас пишут в комментариях регулярно, она обсуждается частенько и касается ушедших людей. Говорят о мертвых либо хорошо, либо ничего. Так как же целиком, по-настоящему звучит это изречение древнегреческого политика и поэта Хилана из Спарты, живущего аж в VI веке до н.э. И приведенная историком Диогеном Лаэрским в III веке уже н.э. В его сочинении «Жизнь, учение и мнение православных философов». Так вот, внимание, звучит эта знаменитая фраза так. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Еще раз. Ничего, кроме правды. А у нас, дорогие мои ангелочки, канал о чем? Правильно, о правде. Поэтому, когда вам будут в следующий раз говорить о том, чтобы вы не говорили плохо о мертвых, используя этот афоризм, то вы добавляете и правильную трактовку полного текста со смыслом. Ничего, кроме правды. Продолжение следует...